всем привет народ с вами снова бон вот и в руки мне попало вот такое вот чудо техники стабилизатор сетевого напряжения фирмы теплоком вот модель его st400 то есть 400 вольт ампер достался у меня давно и что-то я как-то про него забыл абсолютно забыл он у меня валялся валялся потом я переднем рождения убирался и хреньяк лежит думал надо его пошаманить вот отдали мне его на работе на растерзание он якобы угоревший был вот ну почитал я на него документацию очень конечно интересно заявлено 400 вольт ампер есть такая строчка потребление от сети не более 420 ватт это конечно прикольно но 400 вольт ампер это примерно где-то 280 ватт не более то есть ну какой-то футбол давайте посмотрим что у него внутри внутри в центре находится такой вот короидальный трансформатор вот сейчас конечно не знаю штангель наверное возьму и штангель померяем чтобы было наглядно ну так примерно это вместе с обмотками получается получается так на камеру не видно но получается 800 854 миллиметра 84 с половиной миллиметра 80 даже что я неправильно читал 8 5 6 7 87 и и 4 десятых миллиметра вот это вместе с обмоткой вот ну в общем суть в чем стабилизатор не работает по одной простой причине у него вот здесь прогорел транзистор транзистор в виде но используется как ключ для переключения роли вот он выгорел напрочень от него абсолютно ничего не осталось вот такой вот скол сейчас его обязательно сейчас паяем и затем необходимо будет проверить вот эти вот соседние детальки и надо будет поискать новый транзистор либо его какой-нибудь аналог у себя и запаять транзисторы стоят маркировки 1b вот таких у меня нет но я сейчас посмотрю что нибудь из аналогов попробуем запаять из аналогов так сейчас мы эту хрень спаяем на паяльник конечно у меня прям огонь ну да ладно сейчас немножко флюсом помажем чтобы хорошо было блин вот косяки косяки такие косяки застывает флюс у меня почему-то лива тонкая но вот не давится ни в какую так неудобно мне появится камерой что она мешает очень-очень мешает да что-то платка тут вообще хорошо подгорела сейчас помоем спиртом изопропиловым продолжим наши мучения данной платы я не удивлюсь если что-то еще прогорело на самом деле но это лучше чем ничего хотя бы с этого начать вот на плате стоит конденсатор чонг вот 100 микрофарад 50 вольт прям так от души за хренячили не пожалели так наверно надо еще спиртика маловато будет сейчас с этом почистим так ну две дорожки вижу на месте а вот еще несколько дорожек не вижу так что мы имеем мы имеем вот тут дорожка отслойная вот тут целая тут целая ну припаяться в любом случае есть к чему поэтому будем паять ну да подгорела немножко дорожка плата даже подгорела не знаю что тут случилось сейчас мы еще проверим вот этот диод не в коротком замыкание чтобы уже наверняка так вот пиши вот у нас короткое замыкание на плате замыкание у нас идиот в d10 так это целый короткого нет это тоже короткого нет ну в общем так наверное нормально так тут тоже казунет но остальные детали я думаю исправны просто единственное что еще сейчас я его спаяю идет по ходу 1н 4148 вот самый распространенный без заморочек вот и надо будет проверить сейчас паяем проверим нет ли опять короткого замыкания возможно проблема вот в этом реле вот возможно что то с обмоткой может обмотка еще подгорела и необходимо будет поменять реле вот но это посмотрим тоже китайские реле китайские конденсаторы по сути все китай скорее всего теплоком вроде как фирма наша но китай делается наверно в китае ну не суть сейчас спаяем диод так поймал посмотрим что у нас получается короткого замыкания у нас нет все сейчас нормально стало вот значит нам надо запаять сюда новый диод и подобрать новый транзистор и потом нужно будет попробовать включить вот еще тут одна такая штука есть я кого-то и не ладен специально вот я сначала не мог понять что это за гильзы такие вот ну тут оказывается на самом деле предохранитель стоит сейчас заодно проверим предохранители целые ли они так вот этот целый и точно такой же есть и второй предохранитель предохранитель то же самое все рабочие предохранители стоят ну вот этот вот не знаю его меняли это какой-то советский предохранитель сейчас я назад раскручу предыдущие посмотрим возможно конечно его тоже меняли вот ну вот этот вот похож на более такой импортный f315a 250 вольт то есть на 3 они 315 а 375 вроде 375 ампера вот такой вот предохранитель почти 4 ампера сейчас мы так ради интереса посчитаем 375 умножить на 220 получается 825 ватт вот то есть данный предохранитель сгорит только при коротком замыкании даже если это было бы 315 ампера пусть 315 умножить на 220 получается 693 почти 700 ватт вот то есть в любом случае данный предохранитель спасает только от короткого замыкания вот от перенагрузки ну от перенагрузки сама без перебойка до ой сам стабилизатор должен отключать нагрузку если была слишком увеличенная скажем так нагрузка он должен отключить ее сам вот ну не знаю как этот работает внутри имеется вот такая вот бумажечка по технике пожарной безопасности просто она гениальна вот ну не знаю как то все наляпано на саморезах ничего не приклеено тут все на клею держится вот плюс конденсатор чонг стоит тоже непонятная вещь стабилизатор лампка тоже немножко такая вот подгоревшая вот тут вот сугланг это темная не знаю может быть все с ней нормально но не суть так это у нас это у нас это судя по всему два варистера вот больших скачков напряжения сразу они сделают свое дело вот эти вот мелкие конденсаторы вот эти вот сейчас я немножко вам их уберу ну они по цвету всякими накалами вот эти вот и вот этот это очень похоже на конденсатор фирмы Nippon вот как бы они во-первых серая такая маркировка я не знаю может конечно какая-то китайская поделка вот но Nippon вот такие конденсаторы штампуют для поверхностного монтажа SMD вот и они у них обычно маркируются так возможно это как раз те самые фирменные путевые конденсаторы так реле у нас 10 ампер 250 вольт 10 ампер так вот и 15 ампер при 30 вольтах так так парапапам и больше на них почему-то ничего не написано вот ну не знаю китайский судя по всему китайский вот ну стандартный диодный мост ничего сказать естественного вот ну ладно буду я искать детальки запаяю и там посмотрим как это чудо техники будет работать я еще вот что забыл сказать про этот стабилизатор главное его говняная часть это вот этот клеммник клеммник пластиковый вот и он на винтах то есть клеммы даже не самозажимные вот и вот смотрите я их не трогал клеммы надо подтягивать ну вот этот вот хорошо сидит так вот видите раскрученный такие клеммники имеют свойство раскручиваться так этот затянут этот вот подтягивать надо этот вот подтягивать надо вот этот вообще почти открученный в общем такая вот хрень нездоровая причем хрень вот почти все надо подтягивать вот ну ладно в общем не суть брать я такой стабилизатор не советую ну его нафиг от греха подальше просто у вас мало того что сейчас контакты ослабятся будет плохой контакт начнет греться клеммник еще просто может что-нибудь загореться от него ну лесом вот запаял я сюда транзистор и запаял новый диод диод 1N4148 вот а транзистор я сюда запаял S8050 вот маркировка его на транзисторе смдш на это G3Y вот он полуамперный транзистор максимальный это его ток вот с ним я думаю будет работать нормально не резистор ничего не менял вот сейчас просто включим вот и посмотрим включаем наш мультиметр включаем вот так и я подключил его через лактор сейчас я буду потихоньку добавлять напряжение так это все классно только мультиметра не видно вот так вот а еще он какие-то страшные звуки издает так убираем напряжение я надеюсь вам будет слышно это может в этот раз и не будет слышно сейчас посмотрим но тут вот у него мигает зеленый светодиод вот ниже что сетевое напряжение маленькое так вот нижний порог он включился на латре у меня 142 вольта ну где-то так оно и есть у него на выходе 180 идем дальше потихоньку не спеша 220 вольт так оп еще раз обмотка переключилась так так и вот еще раз одно переключение было на латре сейчас у меня 210 вольт всего лишь еще раз еще раз переключился так на латре 248 вольт так ну ладно сейчас я его мучить не буду не суть вот вот сейчас мы еще сделаем одну штуку я вот это вот отключу все всю фигню эту вот и подключу щупы и нам надо будет найти момент когда включается вот это вот среднее реле и померить открывается ли полностью вот разистор который я поставил это сделать необходимо вот один конец я просто заизолирую а вот этот разъемный просто вытащу предохранитель чтобы ничего не случилось нигде ничего не замкнуло потому что здесь я сделал такую наколеночную фигню провода были отрезаны поэтому другому к сожалению никак вот так вот делаем оставим уже никуда он не денется вот сейчас я поменяю щупы и будет нам счастье наверное будем пробовать проверять вот если конечно что-то из этого хорошего получится так так у нас только постоянное напряжение так и нам надо мерить один у нас будет конец на диоде один на транзисторе так поехали включаем и идем до первого щелчка о опять то же самое петрушка но это реле вот реле включилось я не знаю какое из первых реле включилось сейчас можно ради интереса это дело проверить так вот этот и вот этот вот тут 11.6 сейчас на этом роли ничего и на этом роли тоже ничего так все значит идем до следующего переключения так хоп смотрим тут ничего у нас не поменялось тут нет тут тоже нет так а что у нас с этим а тут 11.8 вольт встал так ладно так смотрим дальше вот на этом роли 12 вольт на этом роли ничего у нас вроде как ничего и на первом роли которое мы смотрели на первом роли ну-ка еще разок 12 вольт и тут у нас 12 вольт в общем прервали меня но я решил вот эту вот штуку на час оставить чтобы она поработала вот транзистор который я запаял он практически не нагрелся так или тепленький ну нормально вот те которые родные стоят они намного горячее так ну еще довольно прилично греется вот этот стабилизатор стабилизатор здесь стоит L7805 5 вольтовый вот ну не суть сейчас единственное что я сделаю у меня вся эта конструкция подключена вот через лампочку вот и я сейчас покручу сильно латер туда-сюда может быть что-нибудь прогорит в этом стабилизаторе вот сейчас попробуем как и сейчас и и так ладно сейчас еще одну такую штуку сделаем немного финтушами мне показал бы сейчас я поменяю щупой в мультиметре подключу назад как было и у него есть такая штука мультиметра вот он переходит в режим когда в режим быстрых измерений возвращаем наш предохранитель назад сейчас посмотрим что у него с напряжением творится видите как показания быстро меняются так ничего не соскочило и второй проводок так включаем и поехали так вот напряжение есть и и и и и и Продолжение следует... Ну, в общем, вот такая петрушка. Всё, не буду я его мучить. Я одно только точно скажу, что стабилизатор говно, редкостное. Причём, вот, клеммник, это его большой минус, вот этот клеммник. Это его большой минус, через полгода надо подтягивать клеммники. В обязательном порядке их надо подтягивать. Сбоку гарантийная наклейка. То есть, срывайте гарантийную наклейку, чтобы потянуть клеммники. Лишайтесь гарантии. Год работы, у вас вообще всё ослабляется, все контакты, всё, что только можно. И получается так, вот этот стабилизатор, он даже сколько... Он двух лет даже не отработал, он на втором году жизни свою сдох. Так что, такая петрушка-орлёшки, которые тут стоят, они написаны якобы 16 А, 250 В. Они 16 А никогда в жизни не скоммутируют. Максимум 10, и то начнут сильно греться, и возможно просто тупо сгореть. Вот. Но, так как тут топки небольшие, поэтому сюда они, в принципе, годятся нормально. Вот. Довольно хорошо греется вот этот диодный мост. Вот. Тоже такая вот печальная вещь у него есть. Ну, наверное, всё. В общем, имейте в виду, данный кусок говна не покупайте. У меня всё. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok